С миру по нитке в Беларуси за счет пожертвований построили новый детский хоспис. В нем нет узких коридоров, а двери палат без номеров. Он больше похож на просторный дом, чем на медицинское учреждение. Когда новое здание примет первых пациентов, расскажет Инна Сагалович. Обустроить территорию, убрать строительный мусор и установить оборудование. Это уже мелочи по сравнению с тем, что было сделано. За четыре года удалось собрать почти 2 миллиона долларов. И теперь медики, меценаты и журналисты увидели, на что были потрачены средства. Зайдете в палату, вы увидите вход и тут же выход во двор. То есть мы можем больного выкатить на кровати. Нам не надо сажать его на коляску. Мы просто берем кровать и выкатываем ее во двор. Во многих палатах уже стоят кровати, а потолочные подъемники специально для перемещения лежачих больных. У строительства детского хосписа своя философия. Здесь нет узких коридоров. Дети их боятся. У палат не будет номеров, чтобы ребята не чувствовали себя, как в больнице. Сделано все, чтобы помочь тем, кто особенно в этом нуждается. Ребенок-инвалид – это человек. Не надо его бояться. У него есть свои права, у него есть свои желания в жизни, у него есть свои мечты. А не надо его закрывать в учреждении. Первые подопечные поселятся в хосписе уже в июле. С тяжелобольными ребятами смогут находиться и родители. Для них построили гостиницу. А специалисты будут учить родственников, как правильно ухаживать за детьми. В детском хосписе появится и центр обучения для медиков. Там будут готовить специалистов по детской паллиативной помощи. Это будет первый проект такого масштаба в странах Содружества. Инна Соголович, Александр Бабенецкий, МИР24. А сейчас в Беларуси стартовала серия благотворительных акций по сбору средств для оснащения нового хосписа. О своем участии уже заявили некоторые организации Минска.